Экзамен на 100 баллов. Чтобы заветная мечта каждого школьника сбылась к тестированию, нужно готовиться усердно. До основного периода сдачи ЕГЭ осталось всего несколько недель. Одиннадцатиклассники 32-й гимназии в очередной раз работают над ошибками. Русский язык – предмет обязательный, а значит, готовятся к нему все без исключения. Мы прорежем много вариантов, писали сочинения, вот сейчас разбираем наши задания. Я также ходила какое-то время тоже к репетитору по русскому языку, и в принципе, если начать готовиться заранее, я думаю, что можно спокойно сдать все экзамены. Формат экзамена по русскому языку за последние годы не претерпел коренных изменений. Все те же тесты и сочинения. На него стоит обратить особое внимание. Если неправильно определить проблематику предложенного текста, можно потерять много баллов. Чтобы проверяющие остались довольны, мало не допустить ошибок, нужно подтвердить тезисы примерами из мировой литературы. С точки зрения содержательной, экзамен по русскому языку не меняется уже несколько лет, но в этом году включено задание новое, номер 20, на умение ребят работать с лексической нормой. То есть они должны очень тонко чувствовать грань в лексической сочетаемости слов. Так называемое задание на обнаружение плеоназм, тавтологии. Ну, в принципе, этому можно научить, ребята это делают хорошо. Гимназия номер 32 в лидерах по количеству учеников, сдающих английский. В школе с языковым уклоном этот предмет принимают в формате обязательного экзамена дважды, в седьмом и девятом классе. На уроках ребят учат не только грамотно писать и читать, но и свободно разговаривать и даже думать на английском языке. Все эти вещи в будущем ребятам пригодятся. Даже те, кто не сдают экзамен и те, которые не собираются связать свою профессию непосредственно с английским языком. Это нужно для бизнеса, для личностного общения, для чтения литературы в оригинале, для чтения научной статьи. Сам экзамен состоит из нескольких частей. Сдающих ждет аудирование, задание на грамматику, сочинение. Ребята должны будут написать письмо, в котором продемонстрируют умение правильно задавать вопросы, проверят и навыки живого общения. Я с самого детства вообще очень люблю языки и в школе у меня очень получалось. Так что где-то уже с класса девятого я знала, что я точно буду звать английский. Готовлюсь я не только в школе с учителями, но я хожу также к репетитору в центр «Глобус» и самостоятельно также дома занимаюсь. Главное достоинство ЕГЭ в том, что все выпускники находятся в равных условиях, решают одинаковые задания за строго отведенное время. Чтобы не допустить утечки контрольно-измерительных материалов, все кимы в этом году будут печатать прямо в аудитории. За каждым пунктом сдачи экзамена можно будет следить в режиме реального времени через камеры видеонаблюдения и регистрировать любое нарушение. Это сделано для того, чтобы обеспечить контроль за единым порядком проведения ЕГЭ на территории всей Российской Федерации. Вообще, это первая особенность ЕГЭ – единство общих требований. Независимо от того, где ты учишься в центре России, на Камчатке или в Калининграде, ты будешь принимать участие в этом серьезном государственном проекте по единым правилам для всех. В Иванове в этом году в 31 школе единый госэкзамен сдадут более 4 тысяч человек. Максим Серебряков, Денис Денисов, Антон Осипов, РТВ Иваново.